Спартакиада среди ветеранов и пенсионеров Няинского округа стартовала сегодня в Нарьинмаре. В спорткомплексе «Лидер» состоялось торжественное открытие. Затем участники, а это пенсионеры, спортсмены и любители из города и ближних деревень, приступили к первым испытаниям – стрельбе и метанию дротиков. Кроме того, намечены соревнования по плаванию. Они пройдутся во дворце спорта «Ноц», шахматные и шашечные турниры и настольный теннис. Традиционно к участию в спартакиаде допускаются мужчины в возрасте от 60 лет и женщины от 55. Программа состязаний включает испытания в шести видах спорта. Стрельба из пневматической винтовки, дартс, плавание, шахматы, шашки, настольный теннис. Сергей Крымов – постоянный участник спортивных состязаний уже в течение пяти лет. За это время получил восемь медалей в различных видах спорта. Говорит, что с каждым годом количество желающих принять участие только растет. Я начинал ходить сюда, так-то фритык было. Вот на плавание там, например, ходило человек пять. Сейчас человек 15 уже ходит. Ну, на соревнования именно. Ну, теннис очень много играет, потому что Бородкин, как тренер, он сам участвовал. Ну, сейчас он не участвует. Ну, его ученики очень много ходило. Ну, а стрельба – это же защитник Отечества. Что же без стрельбы? Огнем с такими прикладами – это же как положено, да. Георгий Пуляев, тоже спортсмен со стажем, участвует в соревнованиях с 2005 года. Говорит, занятия спортом помогают быть в тонусе и избежать многих недугов. Активная жизнь не дает скучать даже на пенсии. В 2012 году мы ездили даже в Тринляндию. Заняли все места с родными напевами. Я еще хожу, два хора пою. Сегодня надо идти тоже после этого. А так вот они мне дают. Я каждый день хожу в норд заниматься. Мне поднимают. Ну, наверное. Спартакиада среди ветеранов и пенсионеров Ненецкого округа проходит уже в одиннадцатый раз. Количество участников с каждым годом растет. В этом году среди участников – спортсмены из села Тельвиска. Планировался приезд группы из Красного. Но возникли трудности, не почищена дорога. Первыми организаторами и до сих пор еще участвующими в организации были Осичев Борис Алексеевич, Борис Павлович Бородкин и Сергей Николаевич Тельтьевский. Вот они основывали, дали основу этому развитию. Сначала, конечно, небольшое количество участников. Я помню, что где-то, ну, 20-30-40 приходило. Теперь уже мы организуем. И эта традиция вошла уже как бы в жизнь. Она обрела дальнейшее развитие. И сегодня уже участников, которые даже были на открытии, было уже более 70 человек. Победители и призеры определяются по наибольшему количеству набранных очков по каждому виду спорта. Им будут вручены подарки, рюкзаки и палки. Для скандинавской ходьбы занявшие третье место спортсмены получат денежные сертификаты. Финансовое обеспечение взяло на себя управление здравоохранения, труда и социальной защиты населения. Наш департамент по образованию, спорту и культуре предоставил помещение. Специалисты, работники уже нашего спортивного комплекса «Лидер» обеспечили судейство. Специалисты «Норда» обеспечат судейство соревнований по плаванию. Вот такая у нас взаимопомощь, взаимосвязь. Следующая спортикиада среди ветеранов и пенсионеров Ненецкого округа запланирована на 9 мая. Ольга Русул, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».